Умник и красавица Так называли американцы «Союз» лицензированной богини экрана 40-х годов Риты Хейвард и кинорежиссера, актера, непревзойденного гения-кинематографа Орсона Уэллса. Они поженились, собираясь налаживать образцовый голливудский быт – божественный, звездный. Но их брак развалился, едва начавшись. Почему? На приличных людей скучно смотреть. Сядут в ресторане, кушают чинно, расплатятся и уходят трезвые, даже не побив зеркала. И жизнь их заканчивается не начавшись. Вспомнить нечего, не о чем рассказать. Поэтому история любой человеческой деятельности состоит из людей, на которых негде ставить клейма. Эта история произошла в середине прошлого столетия с двумя самыми желанными людьми на планете – Ритой Хейвард и Орсоном Уэллсом. Людьми, даже не пытавшимися умирать от скромности. Эта история не могла состояться лишь в мире, в котором действуют не живые люди, а тени на экране. Не настоящие вещи и чувства, а их изображения, более прекрасные, чем они сами. Существуют человеческие типажи, на которые равняется весь остальной мир. Шикарная женщина, желанный мужчина. В каждом поколении они свои. Каждое десятилетие представляет миру свой ассортимент типов. От худощавого брюнета с орлиным профилем или, наоборот, с варварскими скулами, до жгучей блондинки с ощутимым бюстом. Есть за что ухватиться, копируя походки и взгляды из-под ресниц, вздохи и манеру выдвигать вперед подбородок, трещур, живаки на скулах, без которых трудно обойтись, играя в жизнь. И хотя все они в итоге обращаются в прах, даже их автомобили, портсигары, их модштуки и шпильки валяются на черти каких чердаках мироздания. Вспомнить о них приятно. Богиня. Наша несравненная красота, как ее называли, ослепительная богиня Рита Хейвард, родилась в 1918 году в Америке, в семье Шоумена. И если до 18 лет в ее облике еще оставалось что-то земное, то после 20 она уже была только богиня, девушка с обложки, чьи журнальные фото приклеивались в солдатских тумбочках, матросских кубриках, шкафчиках фабричных рабочих, в камер заключенных. В фильме «Побег» из Шоушенко как раз портретом Риты закрывают путь на волю. Женщина это была и талон красоты, привлекательности и сексапильности. Рассказывают, что термин «секс-бомба» появился именно благодаря Рите, поскольку ее лицо американцы наклеили даже на свою водородную бомбу. Ничего лучше на ней не придумали нарисовать. Узнав об этом, она была до глубины души возмущена, даже собиралась митинговать публично, довести свое негодование до умов соплеменников. Но повременила, гняв в совет у продюсера, а после и вовсе забыла, закрутилась. Благоразумие звезды возобладало над ее гражданской позицией. Все-таки она была красивая девушка, а ее фигура была обворожительная, но совсем не политическая. Так Америка и не узнала, что Рите было не в кайф взрывать с собой коралловые острова. Бомбу по имени Джильда с ее портретом в роли роковой красотки опустили на атолл бикини, проводя испытания. Слава Хейвор в Соединенных Штатах была несравнима ни с чьей. Рита была первая послевоенная звезда кинематографа. Америка пропадала по Рите. Ну, просто потому, что нужно же было по кому-нибудь пропадать. Ее звездный час пришелся на сороковые годы. У нее было 10 лет форы. Уже расцветали на голливудских клумбах юные маргаритки. Монроф зашла на горизонте в 1948 году. Не на пустом месте. Отчасти можно считать Риту астральной матерью Мэрилен. Посмотрите хотя бы отрывок из того самого фильма «Джильда», вышедшего на экраны в 1946 году. Там есть песенка, которая Рита исполняет в декольтированном платье, в раздевающем круге света от софита. Сходство до дежавю. Фильм «В джазе только девушки», ныне известный всем и каждому, вышел в 1959 году. От «Джильда» памятна лишь специалистам. Отчего добру пропадать? Там даже есть это танцевальное движение, которое многократно усилило потом в своем номере Мэрилен. Коротенькое пикаперское приседание вверх-вниз. Мэрилен бесспорно была потрясающа. Но Рита была абсолютное совершенство. Даром, что черно-белое. Не существовало такого мужчины, которого атласное платье «Джильда» не продрало бы до печенок. Конечно, не само платье. А эпизод со снятием перчатки сводил с ума и долгое время считался непревзойденным гормональным шедевром. Много лет спустя, когда уже и пыли не осталось от ее красоты, стареющие ловеласы, поклонники фильмов с ее участием, не переставали грезить джильды с ее перчаткой и сравнивать любую женщину с Ритой. И это любая проигрывала сравнение. Куда там было тягаться с нею домохозяйкам? Даже с учетом перманентной кудрявости. Ни одна тогдашняя звездочка и мизинца не стоила Риты Хейвард. А Россия все прохлопала. До самого конца 20 века Риту в СССР почти не знали, если не считать узких кругов, посвященных сладкие грезы американцев. Рита была сладкой тайной членов Политбюро. Фильмы с этой секс-бомбой крутили в закрытых кинотеатрах для внутреннего просмотра, пока вся остальная страна сопереживала жизни духовно богатых автозаправщиц и стрепух. Последние ходили в рабочей одежде, у них вообще не существовало тела. Советскому человеку не полагалось ничего эротичнее дружеского хлопка по плечу. Токарям и шоферам незачем было смотреть на Риту, чье тело само лезло в глаза. Во всяком случае, на рассвете ее карьеры в шоу-бизнесе, когда она только начинала показываться миру в качестве плесуньи, тело у нее было основательное. Попав в Голливуд, она вынуждена была сбросить половину этого своего добра, которую киномагнаты приняли за лишний вес. По мнению циничного господина Кона, первого лица компании Columbia Pictures, Риты, как женщины, было слишком много. И она напрасно налегала по выходным на эклеры. Это он ей сообщил самым неприятным тоном, после того, как она отказала ему в каком-то незначительном по голливудским меркам одолжении. Гарри Кон не прощал женщинам такого нахальства. Ох, не напрасно, украшением голливудского бульвара служит условная кровать, как символ, чтобы начинающие актрисы знали, к чему им надо готовиться, вступая на звездный путь. Так вот, несмотря на тактильный конфликт, Кон не отказался от контракта с Ритой. Разглядев пышнотелые брюнетки, отличный кинематографический потенциал, если убрать лишнее. Она не только была хороша и притягательна, она профессионально танцевала, что отличало ее от многих старлеток, снующих по студиям, предлагающих продюсерам свое лицо и тело, но не умеющих кроме этого ничего. В дальнейшем ее экранные и коммерческие успехи компенсировали ему все затраты на раскрутку звезды. А кабальный контракт по неопытности подписанной юной Риты больше запрещал ей, чем позволял разгуляться на заработанные средства. Фактически, она и в ночной ресторан не могла отправиться, не предупредив продюсера о намерениях. Вот до чего довел Риту злобный деспот Гарри Кон, о котором говорили, что если он открывает рот, то произносит что-нибудь непременно матом. Впрочем, Рите было не привыкать к мужскому давлению на ее личность. Риту воспитывал папа-танцор. По косвенным данным, это был человек без совести и некоторых прочих добродетелей. Это именно он научил ее танцам в самом испанском стиле – фламенко. Рита была папиным резервным капиталом. Именно на нее он делал ставку, выращивая дочь как прекрасный и ходкий товар. Красавица, танцовщица, невеста подходящему жениху, которая при удачных обстоятельствах сможет вытащить из грязи всю семью. К 12 годам он начал выставлять ее на сцену, чтобы показать товар лицом. Пять лет Рита честно мотала юбками по ночным клубам в Мадриде. За это время папа успел выдать ее замуж за бизнесмена, человека настолько неравного ей, что согласилась она выйти за него лишь в силу своей крайней молодости. Папе не могла отказать. Муж оказался никуда не годный, какой-то старый, пошлый, ревнивый, как павиан. Но именно муж устроил ей первый контракт на киностудии. Это случилось в 1935 году. Красавица к тому моменту созрела, даже слишком, поскольку оказалась тяжелее, чем того требовал плясовой стандарт Голливуда. Для музыкальных комедий, любимого жанра тогдашних продюсеров и зрителей, требовались девушки легкие, как дрозофилы, чтобы запросто подбросил в воздух самый тщедушный партнер. Скорее девочки-подростки, нежели полновесные женщины, годные в брак. Чтобы пролезть в голливудское лекало, Рите пришлось оставить Эклеры в покое. Кроме того, в погоне за совершенством ей немного перекрасили волосы, сделав ее рыжебестией. По мнению Гарри Кона, внешность Риты выдавала в ней латинское происхождение, что компрометировало ее на экране. Голливуду не нужны были испанки или аргентинки. Светлокожая и блондинистая эфемина была в те годы голливудским стандартом. Поэтому при помощи неких косметических процедур ей приподняли линию роста волос над лбом, совершенствуя овал лица. Эта средневековая процедура в Голливуде была столь модной, что ее предлагали почти всем. И хотя ей было не так уж приятно узнать, что она латинус, Рите с открытым лбом очень шло. От природы, прекрасные ее волосы, уложенные кудрявой копной, так лучше драпировались вокруг ее точеного лица. Как водится, первый пяток фильмов с ее участием прошли незаметно. Но это было еще в конце 30-х годов, когда народ еще не переставал ходить на немое кино. Музыкальные комедии в паре с Фредом Астером, тем самым партнером в дуэте Джинджер и Фред, прославленном бойкими танцами, принесли Рите первое восхищение зрителей. Она и правда прекрасно танцевала. Кстати, великолепная Джинджер Роджерс была женщиной ревнивой. Кроме того, она приходилась Рите родной теткой. Прямо неудобно получалось. На почве успеха, пришедшего к партнерам по фильму «Ты никогда не была прекрасной», где Рита снималась с Фредом Астером, Джинджер не вынесла приступа ревности и поссорилась с племянницей. Впрочем, напрасно. Красавица не интересовалась этим старым Астером. Она не так уж легко увлекалась. Танцы отнимают много сил, если пляшешь весь съемочный день дубль за дублем. А плясать Рите приходилось с утра до вечера. Музыкальная комедия стала преимущественным жанром, в котором Коламбия применила таланты Риты. Ее танцы были выше всяких похвал. Значимым в ее карьере стал фильм «Девушка с обложки». Довольно банальный сюжет, где герои отплясывают при первой же возможности, скачут по экрану, как белочки, и улыбаются, будто приняли эликсир счастья. Но все-таки визитной карточкой Риты стал фильм «Джильда», в котором ее красота, благодаря удачным костюмам и гриму, наконец засверкала всеми гранями. Бриллиант, а не девушка. Вот когда она стала самой красивой актрисой кино. Орсен Уэллс не был уродом. Женщины его любили, даже предпочитали, хотя вообще-то внешность его была банальной. Лицо этого человека не представляло собой ничего интересного. Обычное липкое лицо дамского угодника. Вы позволите, мадам? Если бы не его глаза, имевшие необъяснимое выражение. Таким взглядом можно смотреть на кошку, прыгающую по горящей крыше, или на человеческую драку, разыгравшуюся на отвесной скале. Ничего странного в этом его выражении не было, если учесть главную черту его характера. Он был совершенно бешеный, этот Уэллс. Именно так его описывали современники. Такой имидж у него вылепился в мире кино. Жить рядом с таким человеком можно, только если носить беруши и танкистский шлем. Никогда не знаешь, в какой момент он театрально возопит, когда его разберет кураж хватить собеседника по спине пятерней. Казалось, этот мужчина не находит времени для сна. В сутках у него не менее 45 часов. И он может выпить ведро ирландского самогона, ничуть себе не навредив. В молодости он все время так и делал. Знаете, бывают люди, о которых говорят, что их слишком много. Так вот, Орсон Уэллс был одним из них. Его было не просто много, его было более чем достаточно. Никакой дисциплины, но огромный талант. Как-то сказал о нем один из хорошо знавших его людей. Для общения с Уэллсом, всегда имевший в столе танкистский шлем. Орсон производил на людей воздействие, равное отрыву башки. Этот вулкан за неделю полностью менял ДНК любому согласному с ним дружи. Рита попала в руки неистового Уэллса в те времена его молодости, когда его неистовство еще не перешло в самодурство. Наслышанная о нем и совершенно не желавшая с ним сближаться, она сделала все возможное, чтобы избежать этой встречи. Дело в том, что Рита по характеру была букой. Она не знакомиться, не встречаться не хотела ни с кем, даже с женщинами. Мужчины вообще не входили в ее потребительскую корзинку. Бокалу-мартини в обществе поклонника она предпочитала мятный чай на диване в тактильном контакте с кошкой. Можно сказать, что для своего совсем еще молодого возраста она просто была зародышем зануды. И все-таки Орсен Уэллс ее достал. Доставал он ее меньше месяца. Уже репортеры стали собираться по утрам к ее окнам, чтобы поучаствовать в этом ток-шоу «Даст ли Рита Уэллсу шанс?» Еще немного, они бы открыли тотализатор. Как уже говорилось, Уэллс не испытывал ни малейшего затруднения с женщинами. Он был наглецом. Из тех, кто, предлагая даме прогуляться до кровати, с радостью готов получить по физиономии. Но он почему-то каждый раз получал не второе, а первое. О нем писали, что ни одна голливудская знаменитость не избежала интимных встреч с ним. Приписывали ему и Грету Гарбо, и Марлен Дитрих, и Джуди Гарлин, и далее по списку. И правда было. Женщины всегда оставались от него в восторге, ибо темперамент его был равен таланту кинематографиста. Находиться рядом с ним, в постели или на съемочной площадке оказывалось равнозанимательно. Скучать было некогда. Уэллс жил стремительно. Его вообще было трудно удержать в своем темпе восприятия. Еще труднее угнаться за ним, соответствуя. Вот почему у его партнерш каждый раз оставалось от проведенного с ним времени чувство приятного головокружения. Уэллс был мастер кружить дамам головы. Чаще этим свойством обладают женщины. Кавалеры проще и прямолинейнее дам. Нетрудно их морочить. С Уэллсом было наоборот. Он сам морочил всех оптом. Подобное воздуху, он занимал все предоставленное пространство, расширяясь во всех направлениях и задействовав все жизненные сферы. Уэллс умел создавать вокруг себя среду, заряженную током творчества. Рядом с ним творческие силы включались даже у тех, кто давно забил на свои таланты. Начавшие опускаться актеры вспоминали монолог Гамлета. Музыканты начинали искать глазами фортепиано. Не то что дамы, котлеты в ресторане рядом с ним пускались вскачь. Вот почему ни одна дама не могла отказать ему в его небольшой прихоти. Не устояла и ослепительная богиня. Ах, как она потом жалела об этом. Кстати, недавно вышла книга, открывающая читателям глаза на Уэллса. Его, щедро на комплименты самому себе, вечно играющего святое семейство в одном лице, с головой выдали его же собственное интервью, опубликованное без купюр. Вот как пишет одно литературное обозрение, анонсирующее его биографическое издание. В своих интервью Орсен Уэллс и правда выглядит, если не сверхчеловеком, то самым человечным. Веселым, байки о политиках и звездах Голливуда, то и дело, всплывающее в интервью, скоро уйдут в народ. Скромным, широким жестом Уэллс отдает все заслуги от созданных им шедевров операторам, соавторам, актерам и даже рабочим постановщикам. Он был обаятельным, невероятно талантливым и одержимым, но при этом не лишенным ни язвительности, ни тщеславия. В прежние времена, еще при жизни Егения, почти всегда его комплименты коллегам и режиссерам, которых он презирал за бездарность, чимно вымарывались. Он, если на кого-то и наезжал, то лишь в приватных беседах. Рассказывают, что однажды ему довелось выступать с докладом в одном небольшом американском городке. Увидев, что зал заполнен от силы на четверть, он обратился к аудитории. «Леди и джентльмены, я ставлю пьесы на Бродвее, я работаю в театре и кино как актер и режиссер, сочиняю и осуществляю радиопостановки, играю на скрипке и рояле, умею неплохо рисовать. Также я опубликовал несколько книг, и, наконец, мне случается выступать в роли фокусника». Выдержав вполне маэмовскую паузу, Орсон Уэллс не без издевки спросил, «А теперь скажите, вам хоть чуть-чуть неловко, что меня здесь так много, а вас так мало?» Орсон был вундеркиндом. Именно так он сам хвастался. Он и рисовал, и музицировал, и увлекался искусством престиж-дижитации, показывал фокусы, а потом стал лицедействовать без всякой школы, совершенно профессионально. Как ни странно, даже это было правдой. То, что у взрослых называется гениальной самоучка, у ребенка вундеркинд. Однажды он рассказывал, что в детстве получал своеобразное воспитание. Ему приходилось ежедневно, по многу раз, выслушивать от всех вокруг, какой он прекрасный, какой замечательный, талантливый, непревзойденный. Я и представить себе не мог, какие гадости мне придется услышать от других. Каких только определений не давали ему потом. Был он и лучшим кинематографистом 20 века, и живым воплощением энергии, но тут же его называли лентяем, растратившим все свои способности на мелочи, гением-самозванцем, мистификатором, затмившим гудини. В общем, хвалили и ругали попеременно. Как же вы все полюбите меня, как только я умру, сказал он совсем незадолго до смерти. Так и случилось. Природа дала ему слишком много, писал один из посмертных биографов Уэллса. Так много, что окружающим временами было трудно его выносить. С трудом терпеть Уэллса приходилось всем миром. Он был не просто фокусником, он был настоящим приколистом. Шуточки его часто звучали на грани фола, а его розыгрыши дорого обходились его знакомым. К таковым можно было причислить всех американцев. Они попали к нему знакомые, сами того не желая. Когда Уэллс задумывал наколоть весь мир, ему это удавалось. Хотя сегодня уже трудно воспроизвести последовательность событий того дня и того радиоспектакля, который он поставил в своем театре «Меркьюри». Спектакль шел в прямом эфире. Социологи потом раздумывали над этим феноменом. Почему же страна поверила балаганному шутнику? В чем было дело? Скорее всего в том, что тогдашние американцы были готовы к концу света. Такие были времена. Примерно как в России, когда по телевизору показывали патентованных колдунов, Кашпировского с чумаком. Шаманы строго смотрели в глаза телезрителям. Этого было достаточно, чтобы целая страна стушевалась. Субтитры создавал DimaTorzok